Анна Уколова Но отправным пунктом в ее карьере можно смело считать фильм «Точка Юрия Мороза». Несмотря на шокирующую роль проститутки, по словам Анны, у нее все же есть табу в профессии, играть голой в театре она бы не хотела. Кино, по ее словам, этот вариант возможен, но только если этого требует искусство. Если это прихоть режиссера, актриса откажется от такого предложения, пусть меня считают зажатой, недалекой, пусть говорят, что я из деревни и деревня во мне живет, но я люблю классическое искусство, чистое и красивое. Самый дорогой подарок самыми дорогими подарками жизни Анна считает свое рождение, жизнь, встречу своего любимого мужа, а также рождение сыночка. В этом году, 1 сентября, в первый день вступления ребенка во взрослую жизнь, актриса отложила все планы на потом и посвятила весь день важному событию. До этого момента Макар занимался в подготовительном классе в частной школе Саду, московский район Теплый Стан. Уколова была готова отдать все, лишь бы ее сын получил все самое лучшее, атмосфера там чудесная, никакого пафоса, добрые и счастливые дети, мудрые воспитатели. Понятно, это платное заведение, но лучше буду сидеть на геркулесе с водой, но мой ребенок получит достойное образование. К счастью, успешная карьера и востребованность ее как профессионалы дают все возможности для хорошего заработка. Денежный вопрос актриса осознает, как ей повезло на творческом пути. Она хорошо зарабатывает, много снимается и может позволить себе все, что захочет. Анна не привыкла завидовать более успешным коллегам. Так ее учили родители. И все же, конкретных вопросов о заработке она избегает, в нашей профессии не принято публично обсуждать деньги. Но у интересного режиссера я бесплатно могу сняться, за гонорары не бьюсь. У меня хороший директор, который все решает. А муж и не знает, сколько я зарабатываю. Сергей не олигарх. Со своим будущим мужем Анна познакомилась еще в 2002 году в ночном клубе. Там она отмечала свой дебют в фильме «Закон». По ее признанию, именно Сергей стал ее первой любовью. Сразу же после знакомства будущий муж остался у нее в гостях и только спустя пять лет они соединили свои судьбу с заме брака. С большой любовью актриса отзывается о своем избраннике. Он любит ее баловат приятными, трогательными сюрпризами. К примеру, как-то раз Сергей подарил сделанный своими руками альбом с полной историей их любви. Актриса никогда не укоряет его за разницу в их заработках. У нас общий бюджет, и если кто-то в него приносит больше, не значит, что он лучше или хуже. Мы семья, и этим все сказано. Свободные средства Анна тратит на помощь родным, близким, друзьям и всем нуждающимся, могу и чужому человеку помочь. Бывают ведь ситуации, когда страждущим обратиться не к кому. Потом и мне когда-нибудь помогут. Анна приберегла важный совет для своих молодых почитательниц. Всем девчонкам советую, перед тем, как собираться замуж, хорошенько подумайте, твой ли это человек. Мы с Сергеем пять лет были вместе, прежде чем поженились. Я прикидывала, хочу ли с ним прожить до пенсии, делиться радостью и грустью, и поняла, хочу. Вот тогда и пошли в ЗАГС. Сейчас вокруг меня много мужчин-актеров, режиссеров, продюсеров. Смотрю на них и думаю, мой, лучше. К слову сказать, вместе они уже 16 лет. Тихая жизнь маленькой семьи и почему же семья актрисы необычна? Анна сознается, что ее муж не любит посещать вместе с ней рестораны и тусовки, а сын, бывать в общественных местах. Люди просят сфотографироваться и это смущает скромного парнишку. Семейная жизнь с актрисой не так проста, как кажется на первый взгляд. Сама Уколова тоже не в восторге от лишнего внимания к ее персоне. Я тоже все это мишуры не люблю и когда отправляюсь на съемки, своим говорю, думайте, что я проводница и на неделю уезжаю в рейс. Да, меня показывают по ТВ. И семья, и родители гордятся. Но звездной болезнью, слава богу, не страдаю. Субтитры создавал DimaTorzok